Хотели понять, где все-таки лопнула труба. Здесь тоже такое же отверстие были вынуждены выдолбить в полу, чтобы найти вот эту вот трубу. То есть здесь дыра. Екатерина показывает последствия аварии, которая произошла в их доме в середине ноября. Лопнувшая труба затопила подвал кипятком. Вода простояла там несколько дней. Виной всему особенности конструкции старого дома. Особенность, конечно, нашего дома в том, что нет фундамента, нет подвала. То есть только приямок. И для того, чтобы им обнаружить вот это место протечки, пришлось выдолбливать дыру в бетонном полу. По словам жильцов, из-под дома откачали около 40 кубов воды. Теперь в и так оцаревшем здании чувствуется стойкий запах плесени, стоит влага, в квартирах отваливаются обои. В доме сырость, влага. У нас и так дома старые, пропитанные все грибком. Черная плесень у нас в квартирах. Но это видно даже по фасадам домов. Кроме того, жители переживают за всю конструкцию дома, ведь вода продолжает подтекать. В начале ноября этих трещин не было. Вот когда рванула вода, и все пошло. По словам представителя управляющей компании, все зависящие от них ремонтные работы произведены в рамках предусмотренных нормативами. Специалист ежедневно проверяет состояние труб и держит ситуацию под контролем. Но здесь требуется капитальный ремонт. Предлагали проведение общих собраний собственников для того, чтобы провести работу капитального характера по замене внутренних инженерных систем. Но большинство собственников надеются на переселение и не хотят, чтобы их дома проводили работу капитального характера, замена систем инженерных целиком. То есть замена ХВС, ГВС, канализации и так далее. В свою очередь, жители не отрицают, что обещанного еще в 2019 году переселения ждут с нетерпением. Однако впереди зима, и плачевное состояние коммуникаций заставляет беспокоиться не на шутку. Полина Бахова, Михаил Лакеев, телекомпания Одинцова.